Их мужья, братья и отцы были врагами народа. Алжир, так сокращенно называли Акмалинский лагерь жен изменников родины в казахстанском поселке Акмол недалеко от Астаны. Начиная с 1938 года именно сюда ссылали репрессированных женщин со всего Советского Союза. За 16 лет через лагерь прошло более 20 тысяч узниц с расстрельными статьями. С 1937 года никому неизвестное казахское селение Акмол стало называться 26-й точкой главного управления лагерей и мест заключения – ГУЛАГа. Именно сюда стали топировать жен, дочерей, сестер изменников родины и других женщин из семьи осужденных по расстрельным статьям. За 16 лет существования через лагеря Алжир прошло более 20 тысяч узниц со всего Советского Союза. И здесь не было ни одной женщины, осужденной лично. Все они были виноваты только в том, что их родные были признаны врагами народа. В бескрайние степи Казахстана отправили женщины семьи расстрелянного маршала Тухачевского, певицу Лидию Русланову, матерей Булата Акуджавы и Май Плесецкой. В этом же лагере были жены государственных деятелей казахской СССР Турары Рыскулова, Тимирбека Жургенева, Санжара Асфенди Ярова, писатели Бимбета Майлина, Сакена Сейфулина и многих других. Леон Нурмухамедов – сын бывшего народного комиссара, министра сельского хозяйства Казахстана Хасина Нурмухамедова. Он рассказывает, что после расстрела отца его мать Кирберсеневу арестовали и отправили в Алжир. Ребенок выжил только благодаря бабушке по материнской линии. Она нашла в себе силы приехать в Алма-Ату, найти, разыскать меня в каком-то бараке умирающем, минус рассказывает Леон Нурмухамедов, сумела оформить всякие документы, привезти в Россию. Дочь белорусского поэта Тодора Клишторного в Атмалинском лагере жены изменников родины оказалась вместе с мамой. Когда уже приговор отцу был 10 лет без права о переписке, тогда уже арестовали и маму, минус рассказывает Майя Клишторная, я родилась в Беларуси. Майя – не единственный ребенок, отправленный в Алжир вместе с матерью. Детей в лагере быстро стало так много, что по ходатайству начальника лагеря Сергея Баринова известного в 30-е годы московского педиатра, также узнец Алжирахан и Мартинсон здесь организовали так называемые ясли. Младенцы находились в соседних с мамами бараках, но их разделяла колючая проволока. А после того, как им исполнялось три года, детей ждал детский дом. Казахи, сами прошедшие через голод в 30-х годах, как могли спасали изможденных женщин из лагеря. Режиссер Дарья Вялина, внучка бывшей узнецы Алжира Лидии Френкель Вялиной рассказывает, как ее бабушка с благодарностью вспоминала жителей поселка недалеко от лагеря. Мне очень много лет хотелось оказаться в Казахстане и увидеть эту землю, потому что моя бабушка очень много доброго и хорошего говорила. Люди, прошедшие лагеря в этой стране, сохранили про Казахстан очень добрую память. И про казахский народ, который был очень к ним милосерден, минус рассказывает Виалина. Смотрите также, 58-я, неизъятая, книга о бузниках и работниках ГУЛАГа, в которой последние не раскаиваются в содеянном. Дарья, автор двух документальных фильмов о судьбе женщины-детих Алжира, «Дольше жизни мы будем жить». По мнению режиссера, в создании подобного лагеря сталинский режим закладывал глубокий идеологический смысл. Была надежда вырастить, по гениальному определению Чингиза Айтматова, Манкуртов, минус замечает режиссер, пытались вырастить поколение детей, которое бы не знало своих корней и не помнило своих родителей, презирало своих родителей. Это не удалось. В 2007 году в поселке Акмол был построен мемориальный комплекс, который так и называется – Алжир. Работники музея по крупицам собирали информацию о узницах лагеря в архивах НКВД, а часть экспонатов предоставили родственники женщин-заключенных. Начиная с 1937 года, на территории Казахстана находились самые крупные лагеря структуры ГУЛАГа, Алжир, Степ-Лаг, Асаблаг номер 4, лагерь для политических заключенных в поселке Кенгир Карагандинской области Казахстана, Карлаг, карагандинский исправительно-трудовой лагерь. Республика практически превратилась в одну большую тюрьму. За годы репрессий в лагеря Казахстана только официально были сосланы более 5 миллионов человек. Но неофициальные данные значительно превышают эту цифру. Однако Дарья Виолина отмечает, что между Россией и Казахстаном есть большая разница в том, как чтится память жертв сталинских репрессий. Нет двусмысленности по поводу сталинских репрессий. В России она, к сожалению, до сих пор есть. В России всерьез можно на федеральных каналах обсуждать, не стоит ли переименовать Волгоград Сталинград, минус замечает она. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.